На минувшей неделе подведены итоги экологического конкурса среди учащихся школ в Якутии. К началу нового учебного года его провел целевой фонд будущих поколений. О победителях расскажет мой коллега Дмитрий Аргунов. Подобные конкурсы не редкость, но не всегда участие и победа в таких мероприятиях сулит еще и материальную поддержку для развития конкурсных работ. Победителям конкурса экологических проектов среди школьников такая возможность выпала. Но как элемент грантовой системы организатор конкурса фонд будущих поколений будет требовать строгой отчетности. Те денежные средства, которые получили сегодня победители, они должны быть обязательно направлены целевым образом на реализацию их проекта. И соответственно отчет от них, использование этих средств будет строжайшим образом проверяться. Конкурсная комиссия очень скрупулезно рассмотрела работы школьников из Хангаласского, Горного, Татинского, Нюрбинского, Алданского, Намского, Улусов, а также из городов Якутск и Мирный. Трудно было, конечно, проходить 19 километров, пройти каждый день. Призеру конкурса получили от фонда будущих поколений целевые средства 100, 150 и 250 тысяч рублей. Победителем конкурса стали ученики Актемского лицея с проектом использования беспилотных дронов для сохранения лесного фонда. Вообще идея проекта «Сберечься повторимая» была навеяна проблемами этого лета. На лесских столбах, как мы знаем, были очень большие сильные пожары и был нанесен огромный ущерб лесному массиву. Организаторы и участники прошедшего конкурса призывают всех школьников республики активнее участвовать в проводимых фондом будущих поколений конкурсах. Больше участников, больше интереса и азарта, а момент победы принесет больше радости.